Под предыдущим роликом уйдет не уйдет, было очень грустных комментариев, пессимистичных, все закончится очень плохо, скорее всего действительно выхода для России нет. И вот один короткий комментарий, который натолкнул меня на этот ролик. Скажите, а что по вашему мнению должно произойти, чтобы выйти из замкнутого круга? В чем камень преткновения? Как можно было бы из него выбраться? В общем, как здесь быть в такой ситуации, кроме известного решения уезжать на запад? Гория Тоска. На данный момент я не вижу выхода и считаю, что Россия попала в своего рода исторический тупик. Вот знаете, когда вы едете на машине и случайно заезжаете не в ту улицу, и вдруг оказывается тупик, как вам нужно выйти из этой ситуации? Естественно, вам нужно полностью развернуться, иногда это бывает крайне сложно, если улица узкая, но другого варианта нет. Вы либо должны сдавать назад, либо попытаться развернуться и искать выход из тупика. Вот в истории или в отношении страны должно быть точно такое же движение. То есть необходимо либо полностью развернуться в своем курсе, либо сдавать назад. Я написал этой своей подписчице, что лично я вижу некий возможный выход. Но я уверен, что Россия этим путем не пойдет, и этот путь не поддержит, к сожалению, ни большинство населения, ни элита. И поэтому, это мое мнение, Россия так и будет продолжать стоять в этом тупике, тупо глядя в одну сторону, до того момента, когда, ну не знаю, умрет с голоду, развалится, прекратит свое существование, переживет какую-то демографическую катастрофу, и люди просто исчезнут. Как знаете, в истории исчезало множество государств и множество народов. Ну а если говорить все-таки о том, чтобы развернуться назад или начать сдавать, то для этого я вижу три конкретных первых шага, которые можно было бы сделать. Опять же, это в случае, если бы множество обстоятельств положительно сложились. То есть, здесь все зависит не от смены лидера, а от желания, ну может быть, всего народа, начать двигаться в единственно возможную сторону. Еще раз повторяю, из тупика нет много выходов, есть только один. Итак, лично мое мнение, с чего начинается поворот или выход из тупика. Первое. Россия должна попросить прощения у Украины. Я высказал это мнение в одном ролике и, прочитав сообщение, понял, что российское население к этому не готово. Украинцы написали, что нам не нужно ваше прощение. Вы бы оставили нас лучше в покое, и они абсолютно правы. Но прощение нужно не украинцам. Прощение просить нужно самим русским. Когда человек просит прощения искренне от души, это значит, что он понимает, что он виноват. У него, может быть, нет возможности исправить ситуацию, либо он будет ее исправлять, но сначала он должен прочувствовать, что вина у него есть. Просящие прощения – это не тот, кто обязательно надеется на прощение. Это тот, кто озвучивает вот эту самую позицию. Я виноват. Россия должна всемирно заявить. Возможно, на высокой трибуне Организации Объединенных Наций новый российский лидер, если он хочет выводить страну из тупика, он должен принести свои извинини. Самыми добрыми, самыми покаянными словами попросить прощения у своего ближайшего соседа и давнего друга. Вы не родственники, вы не братья, вы всего лишь соседи, которые когда-то, много лет были друзьями. Как бы вы поступили, если бы вы очень сильно обидели своего друга? Даже если бы вы не надеялись, что он вас простит, все равно лично я попытался бы попросить прощения. Дальше прощение должно быть выражено доброй волей. Добрая воля в наше время – это не просто слова, а это денежная компенсация. Россия должна лично выступить с инициативой не в результате каких-нибудь судебных действий, не в результате давления со стороны Украины, а должна сама показать свою добрую волю и начать выплачивать компенсации. Это сделала когда-то Германия. И они сказали, нам не важно, сколько лет это будет продолжаться. Десять, двадцать, пятьдесят, семьдесят. Мы виноваты перед еврейским народом, и мы будем за это платить. Многие осуждают немцев до сих пор, но сами немцы убеждены, что они будут это делать до последнего еврея, у кого есть претензии, те, кто потеряли свои дома, магазины, бизнес, даже если это их внуки в третьем поколении. Они получают компенсацию от немецкого государства. Вот это называется добрая воля. И по истечении очень многих лет потихоньку отношения между Германией и Израилем, хоть их нельзя назвать теплыми и сердечными, но по крайней мере они дружественны. Итак, первый шаг – попросить прощения. Второй – начать выплачивать компенсацию, оценить ущерб и инвестировать деньги в разрушенный Донбасс, сделать эту зону совместно рабочей для Украины и России для восстановления всего того, что там порушено. Конечно же, уничтожение псевдо-бандитских республик должно пройти моментально. Третий шаг – это возвращение Крыма. Без каких-либо референдумов. Первое время я думал, что референдум, скажем так, в три этапа, когда бы спросили сначала Украину, хотят ли они возвращения Крыма, дальше спросили бы крымчан на самом настоящем референдуме, хотят ли они остаться в России, и третье – что думают россияне по поводу Крыма. Но сейчас, наблюдая за всей этой ситуацией, я понимаю, что единственным решением для того, чтобы полностью прекратились все вопросы не только со стороны Запада, но и со стороны Украины, необходимо вернуть Крым, признав решение о референдуме и присоединении преступным. Это должен сделать новый лидер, я бы сказал, в течение первых 24 часов, если он хочет выходить из тупика. Эти три шага – это то, что крайне необходимо сделать. Что можно этим добиться? Прежде всего, не будет больше причин для продолжения антироссийских санкций. Скорее всего, в течение ближайшего времени после принятия этих шагов санкции будут полностью сняты. Это очень важно для того, чтобы страна потихоньку начала восстанавливаться экономически. С наличием санкций ничего не получится. Инвестиции прекратились, бизнес бежит из России. Необходимо показать, что предмительство делает все для того, чтобы санкции были сняты. Ну вот, а теперь мой вопрос подписчицы. Как вы думаете, готовы ли будут граждане России вот так поступить, как я предлагаю? Безоговорочно отдать Крым, попросить прощения всем народам во главе с президентом Украины и начать выплачивать компенсацию с восстановлением Донбасского региона, где Россия возьмет на себя большую часть обязательств по восстановлению инфраструктуры. Я лично сомневаюсь, что население России, ее элита или даже новый президент, например, Алексей Навальный, готовы будут на это пойти. Мне кажется, что они, скорее всего, будут искать другие пути. Ну, например, они предложат, находясь в тупике, вырубить следующий тоннель, начать биться головой об стену. Может быть, скажут, что мы найдем какие-то дополнительные дороги, а если этой дороги нет, то начнем ее сами прокладывать. Другими словами, они не захотят ни уступить, ни признать свою ошибку. А это значит, что страна никогда не исправится. Нет других трех самых важных шагов, которые необходимо предпринять. Начинать с экономики бессмысленно, если страна находится под санкцией. Начинать наводить какие-то политические мосты с западными странами бессмысленно, потому что все то же самое в России видят агрессора. Начинать говорить, что мы оставим себе Крым, ну, как-нибудь договоримся с Украиной бессмысленно, потому что необходимо эту ситуацию вернуть на состояние 2014 года, иначе претензии Украины к России никогда не закончатся. Как ни крутите, но эти три шага нужно сделать с самого начала. Первая, попытка вернуть доброе расположение соседей. Второе, если нет возможности поменять ситуацию, по крайней мере, расплатиться за свои долги и третье, вернуть награбленных. При этом, конечно же, по телевидению и везде должны выступать интеллектуалы, режиссеры, актеры, достойные уважения, кто не замарал себя во время путинского режима, объясняющие людям, почему это хорошо. Необходимо провести своего рода антипропаганду, когда населению будет рассказано, в чем была аморальность этого поступка, как дорого обошелся Россией Крым и все прочее. Ну а следующий шаг я опишу в другом ролике. Если бы Россия предприняла эти три самых первых необходимых шага, то возможность выхода из тупика у нее бы появилась. Лично я какого-то другого пути разворота просто не вижу.